Группы продленного дня с 2019 года будут называться группами досуга, и это единственное изменение в организации послеурочного времени школьников. Форма и продолжительность продленки останутся прежними, и самое главное, она будет бесплатной, как и школьные завтраки. Найдено совместное решение о том, что до конца учебного года 2019, то есть до июня месяца, будут обеспечены горячим питанием все ученики 1-11 классов всех наших школ бесплатно. Также в бюджете 2019 в полном объеме сохранены льготы для инсулинозависимых больных с сахарным диабетом. Благодаря увеличению поступлений из региона, объем казны в следующем году вырос почти на 500 миллионов. На условиях софинансирования в Сарове запланировано строительство крупных объектов. Строительство новой школы номер 11, мы ее начинаем уже в 2019 году. Мы объявили конкурс уже при практически стопроцентном финансировании на ремонт школы номер 10. Мы планируем завершить ремонт к сентябрю 2019 года. Мы начали уже реконструкцию улицы Симашка. Волномасштабно идет разработка проектно-сметной документации на строительство новой детской поликлиники. Мы надеемся, что к концу 2020 года она будет построена. Продолжаются переговоры с областью по вопросу строительства в Сарове ФОК. А город рассчитывает на софинансирование объекта на условиях 30% местных средств к 70% региональных. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.